Догупелчанин Владимир Сверчкаускас В прошлом году жизнь унесла коррективы. В результате резкого сокращения часов и ставок пришлось сменить профессию, сесть за руль большегрузного автомобиля. Здесь и случилось несчастье. В Сибири при морозе в минус 35, устраняя техническую неисправность автопоезда, Владимир фактически пожертвовал руками. С диагнозом сильнейшее обморожение конечности пострадавший был доставлен в Рижскую больницу. Врачи боролись за каждый сантиметр, но ампутации пальцев не удалось избежать. Конечно расстроился, но потом мне пообещали, что все это восстановимо и что все будет работать и я смогу вернуться к нормальной жизни. Мир не без добрых людей. Деньги на пребывание в больнице собирали коллеги-водители, знакомые, друзья и в первую очередь коллектив Дома творчества, где учитель отработал много лет. Эмоции не передать. Я даже сейчас говорю, у меня даже мурашки идут по телу, потому что знаю этого человека, который водитель, он любит машину и он работает руками, вел деревообработку, работал на миникарах с детьми. Это все руки, это то, что человек умеет только делать в принципе своими руками. Конечно это для нас, это просто не передать словами. Это просто жуть. Мы называем свой домик домиком, как бы ни менялось название и основное ядро работников здесь очень многолетнее, там 15-20 лет, которые работают все вместе. И поэтому Володя это была душа, скажем так, компании. Вот недавно было 8 марта, оно было печально, потому что оно было без Володи. Он всегда организовал этот праздник, всегда для женщин, которых большинство писали сценарии. Он у нас и на гитаре играл, чего он теперь не сможет просто делать, да, он и посвящал там и стихи, и мероприятия. То есть дело в том, что когда все узнали, конечно, был просто шок. Был шок, и кто чем мог, тот тем помогал. И естественно у нас всегда, когда беда, как и в любом коллективе, это просто негласно, просто выкладывается листочек, и каждый кто что мог. Но вы понимаете, что зарплата невеликая, наверное, максимум это десятка. И, в общем-то, то, что мог положить каждый. Среди дружного коллектива сотрудников это вызвало привычный отклик. Жертвовать и детям, и взрослым, тем, кому труднее, чем тебе. Первый этап завершен, но теперь предстоят значительно более серьезные вложения. Чтобы восстановить хотя бы правую руку, необходимо минимум 10 тысяч латов. Микрохирурги, которые меня курируют, они обещают, что все будет действовать как здоровая рука, только вид, конечно, будет не тот, но мне это, конечно, не важно. Важно, что рука будет работать. Для простой учительской семьи деньги неподъемные. Семья, друзья, знакомые верят. Вместе финансовую сторону вопроса можно решить, что не раз подтверждали отзывчивые жители города. Для Владимира это возможность вернуться к полноценной жизни. Вопрос будущего и веры в себя.